Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнером компании Rosco Consulting Audit. Каждый год сотни компаний в России становятся жертвами рейдерских атак. В этом видео расскажем вам, что такое рейдерский захват и как защитить свой бизнес в этом году. Что такое рейдерский захват? Это незаконное завладение бизнесом, активами или имуществом чужой компании. Главная цель рейдеров – захватить долю в чужом бизнесе, получить доступ к управлению компании или же полностью полагатить фирму. Мотивы же различны, у желания избавиться от конкурента до формирования холдингов с вертикальным типом интеграции. В топ отраслей, которые чаще всего атакуют рейдеры, входят недвижимость, природные ресурсы, оптовая торговля, услуги населения, управление в области ЖКХ и инновационные стартапы. Рейдеры придумывают новые формы захвата чужой собственности, в том числе в сфере интеллектуального права, осваивают новые ниши для присвоения таких прав или чужого имущества преступным путем. Какие методы рейдеры могут использовать для достижения своих целей? Есть несколько способов рейдерского захвата. Подробнее о них расскажет юрист-компания «Русская» Станислав Мельник. Перечислю основные способы рейдерского захвата. Подделка протокола собраний учредителей. Подача фальшивых документов регистрирующие органы, включая решение о смене гендиректора. Оформление кредитов под залог долей в бизнесе с последующим требованием возместить сумму за должности путем передачи предмета залога, доли, акции или залоговое имущество. Подача документов регистрирующие органы о переходе права на долю компании. Создание значительной суммы за должности фирмы перед кредиторами. Подача документов и инициирования проведения процедуры банкротства в отношении компании-должника. Конкуренты могут принуждать собственников бизнеса передать активы компании по цене ниже рынка или вовсе передать бесплатно. А вы знали об этом? Это очень важная информация для тех, кто владеет и управляет бизнесом. Скорее подписывайтесь на нас, чтобы получать больше полезной информации. В зависимости от используемых методов, рейдерство подразделяется на три вида – белое, серое и черное. Белый захват подразумевает поглощение одного бизнеса другим на формально законных основаниях. Рейдеры используют формально легальные инструменты – доведение компании до несостоятельности банкротства, подача исков в суд, выкуп акций долей с целью получения контрольного пакета. Серый захват – это поглощение бизнеса с нарушением норм законодательства, но без применения давления. К методам серого захвата относятся поделка документов, подписей и печатей, введение владельцев бизнеса в заблуждение, обращение к недобросовестным регистраторам, аудиторам, нотариусам и арбитражным управляющим. Черные рейдеры идут на всем – угрозы, шантаж, пытки и даже убийства. Преступники нанимают бандитов, а также подкупают или шантажируют представителей органов власти, судей, нотариусов, прокуроров, инициируют возбуждение уголовных дел, организуют протесты. Как предотвратить рейдерский захват Рассмотрим несколько способов избежания рейдерского захвата. Во-первых, нужно диверсифицировать структуру бизнеса. Оргструктура организации должна быть прозрачной. Во-вторых, необходимо провести проверку документациям. Ошибки в уставных и юридических документах могут стать лазейкой для рейдеров. А также нужно усилить защиту акции, вести контроль над реестром акционеров. Стоит установить доверительные отношения с регистратором, чтобы оперативно получать информацию. В-третьих, можно защитить активы фирмы, в частности, наложить запрет на некоторые сделки. Помимо этого, нужно обязательно соблюдать конфиденциальность данных и не допускать утечки корпоративной информации. И последнее, это провести аудит, проверить договоры с контрагентами, протоколы, приказы и прочую документацию. Аудитовскую проверку стоит проводить регулярно. А как правильно это сделать, мы рассказывали в этом видео. Рейдеры продолжают наносить ущерб не только собственникам бизнеса, но и российской экономике, правовой системе и гражданам. Рейдерство приводит к подрыву доверия к бизнес-среде и снижению инвестиционной привлекательности компаний. По данным НАК, ежегодно происходит множество успешных рейдерских захватов российских компаний. На рейдеров заводят лишь 10% дел. До суда доходят единицы. В 2019 году Следственный комитет возбудил 101 дело о рейдерстве плюс 135% к 2018 году. Рейдерство перешло из черного сегмента в белый. Современные рейдеры – это не бандиты из 90-х. Среди них встречаются даже юристы и чиновники. Попадает ли рейдерство под статью 159 УК? Нормы УК предусматривают наступление ответственности за деяния, включающие элементы рейдерского захвата. В первую очередь речь идет о мошенничестве по статье 159 УК РФ. Сложность привлечения преступников к ответственности заключается в том, что создается видимость законности правоотношений. Правоохранители связаны с статьей 90 УК. Если в судебном решении указано, что сделка соответствует нормам права, следователь будет доверять этому решению. Многие преступления, относящиеся к рейдерскому захвату, являются преступлениями малой тяжести, регистрация сделки с недвижимостью и принуждение к оформлению сделки. Даже подделка документов для сокрытия преступления по части 4 статьи 327 УК РФ – это преступление средней тяжести. Доказать рейдерский захват порой сложно. Виновные лица могут избежать ответственности по причине истечения сроков исковой давности, которые составляют 2,6 лет и прерываются приговором суда, вступившим в силу. Куда обращаться, если бизнес стал целью рейдерского захвата? Если рейдерский механизм запущен, нужно обращаться в органы внутренних дел, прокуратуру и суд. Задача обманутого собственника бизнеса – придать своему случаю максимальную огласку. Если захват уже произошел, необходимо первое – подать заявление в полицию и прокуратуру. Скорее всего, выяснится, что по документам все чисто и компания больше не является собственностью учредителя или акционера. Если компания перерегистрирована на другого собственника, нужно обратиться в налоговую и запросить основания для внесения изменений в ЕГРЮ в отношении нового владельца фирмы. Следующая инстанция – арбитражный суд. В судебном порядке истинный владелец бизнеса может отменить незаконные сделки и восстановить нарушенные права, а также контроль над компанией. Главная задача собственника бизнеса – добиться возбуждения дела по ст. 159 Уголовного кодекса. На это уходит от года до двух лет. Без поддержки квалифицированного юриста и адвоката в подобном случае не обойтись. Подведу итоги. Итак, рейдеры могут заинтересоваться любым бизнесом. Все зависит от активов компании и мотивации захватчиков. Каждый руководитель и собственник бизнеса должны относиться внимательнее к документам, партнерам и конкурентам. Грамотные действия, должная осмотрительность, своевременные меры по недопущению незаконного перехода прав владельцев компании к другим лицам в тесном взаимодействии с проверенными юристами и адвокатами помогут избежать незаконного захвата бизнеса и имущества компании. Поэтому, чтобы защитить свой бизнес, нужно как минимум знать, как оформить орг структуры, организации и как нужно проводить аудит документацию. В этом положит наш плейлист с массой полезной информацией. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы прямо сейчас, пишите в комментариях. Юрист нашей компании бесплатно ответит на них. Ну и конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе, будь с русско. Субтитры создавал DimaTorzok